Гомельский государственный университет имя Франциска Скарыны пропонует организовать совместное научное исследование студентов и школьников. Реализовать такую идею позволяет в том лику и установленное тут сучасное обстановление с планами университета, ознайомились наши корреспонденты. Обозровне Гомельского государственного университета можно мерковать по тем факте, что в рейтингу белорусских ВНУ он занимает четвертое место. Среди критерий оценки – учебная и научная деятельность, а также потребовалась выпускников на предприемствах. В этом году тут пошли создавать лабораторию моделирования, где студенты и школьники смогут реализовывать совместные проекты с их дальнейшим практичным применением. Этот проект плановался еще селета, но за пандемией коронавируса его пришлось перенести. У Воголе сенья в университете есть не только существенные обстановления, но и профессионные кадры. Старший выкладчик Александр Пабияха демонструет прибор, который вымеряет в уровне кислорода в Крыбе. Это не ноу-хау, але распросовка Гамильшан уразы тайнейшая за импортные аналоги. В рамках СНИЛ робототехники, которая существует на нашем факультете, преподаватели и студенты нашего факультета создали вот такой вот прототип. Это пульсоксиметр, достаточно простое устройство, которое позволяет определять уровень кислорода в Крыбе. В рамках лаборатории мы занимаемся достаточно широким спектром задач, которые перекликаются с направлением робототехники. Это и 3D-моделирование, 3D-печать, 3D-сканер у нас есть. Сегодня у Гомельским Державным Университете реализуются некальки проектов, мета яких притягнение у навуку молодзи. У приватности размовы идти об супрацовнестве с Республиканской ассоциацией, адукация для будущего и Гомельским технопарком. В рамках додатковой адукации со школьниками проводят занятки по робототехнице. У ректорати установы кажут, что этот накерунок будет развиваться и далее. Занятия это у нас проходят первая половина дня, а вторая половина дня свободно, мы туда приглашаем школьников для занятий робототехникой. То есть на одной и той же базе могут заниматься и школьники, и студенты. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания Гомель.